Вместе с вами. Каждый день устраиваем стримы с яркими, интересными, очень банальными людьми. Сегодня у нас как раз такой гость, который принимает тоже нас у себя. Это замечательный Павел Сюткин, историк русской кухни. Вдумайтесь, какая интересная у человека профессия. Здравствуйте, Павел! Добрый вечер! Здравствуйте, друзья! Друзья, рад, что в эти такие непростые времена вы все-таки не предаетесь унынию, а смотрите даже такие веб-конференции. Павел, расскажите, пожалуйста, о своей уникальной профессии. Что такое историк кухни и как можно изучать русскую кухню, ведь у нее были очень разные своеобразные периоды. Если мы говорим о 17 веке, это одна кухня, если мы говорим о 19 веке, это другая, если мы говорим о советском времени, это третья. Совершенно разные продукты, совершенно разные влияния чужих традиций национальных. Дворцовая кухня, кухня рабочих крестьян. Как это все укладывается в науку? Ну, вы совершенно правы. Действительно, такой специальности в дипломе, естественно, никто не запишет вам. То есть это вещь, которая лежит на стыке разных наук. Это и история, и этнография, и кулинария, между прочим. И в этом смысле, конечно, у нас прекрасный тандем с моей супругой Ольгой, которая дополняет мои исторические больше знания, кулинарными практическими навыками. Поэтому у нас очень удобно как раз часто спрашивают, помните, у Ильфа и Петрова, как вы пишете книги? Ну, один как бы сторожит рукопись, говорил Ильфа, а другой бегает по издательствам. Ну, у нас немножко другое разделение труда. Один бегает по библиотекам, находит интересные факты, рецепты, какие-то книги, а вот другая пытается адаптировать это все под сегодняшнюю жизнь, сделать вот тот старинный, ну, может быть, такой немножко неуклюжий сегодня окажущийся рецепт вкусным и ярким для сегодняшнего дня. Ну, чтобы понять просто, чем мы занимаемся, ну, вообще у нас, так сказать, уже вышло восемь книг вот таких исторических нон-фикшн, как это говорят сегодня, вот. Ну, а вот чтобы просто понять, вот давайте просто у нас есть замечательный такой ролик про одну из наших книг «Непридуманная история советской кухни», которая получила там, по-моему, все возможные премии в образе кулинарной литературы за рубежом. Ну, и вот, давайте ее посмотрим. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немножко давит Но жизнь-то была у всех разная И долго-долго 70 лет все-таки продолжался этот период В котором были и плюсы и минусы Но вот сейчас тоже мне интересен такой момент Вот мы оказались в ситуации, когда люди испугались Дефицита ряда продуктов в магазинах И первое, что люди кинулись покупать Это гречку Гречка, совершенно верно Слушайте, это действительно какой-то совершенно феномен Феномен такой нашей жизни Это гречка Смотрите Вот сегодня она действительно является барометром Здоровья, да Общества, да То есть в любом периоде войны, кризиса Все бросаются В любой непонятной ситуации покупай гречку Как говорится Но это же достижение Вот буквально последних 30 лет То есть никто До революционной России Эту гречку не покупал Вот я имею в виду В такие угрожаемые периоды Не в советские времена Более того, в советские времена Мы вообще с этой гречкой-то Кроме столицы крупных городов Не сильно-то знакомы были Я вот недавно только мы закончили книгу По Суздальской кухне Вот провели там много времени Во Владимирской области Беседовали там в деревнях С бабушками Изучая, чего они готовят И все прочее Спрашиваю, а гречка-то у вас есть? Была? Что делали из нее? Ой, милок Так какая гречка? У меня Вот когда я маленькая была В 60-е годы Отец два раза в год На паровозе в Москву ездил Ну вот привозил нам гречку У него несколько пакетиков Только детям ее и давали Так что Так вот, чтобы закупать ее Извините, такого До перестройки просто не было А вообще гречка не является Традиционной крупой для нашей страны? А какая крупа традиционная? Какая имеет самых долг? Смотрите, конечно Гречка все-таки Ну скажем, не такая уж совсем Аутентичная для нас То есть все-таки Если смотреть Ну совсем-совсем далеко Да, там На тысячелетия назад То, наверное, это все-таки Пшено, проса, полба Вот то, что вот как бы издавна Да, ну просто не знаем Когда оно пришло к нам Да, когда начало сеяться Вот Гречка появляется впервые у нас После контактов с Византией То есть это уже где-то в районе Там 10-го века Ну помните, щит на врата Цареграда Да Вот И вот вместе с там С товарами, тканями, оружием Оттуда и князья там Игорь, Олег привозят В том числе и эти самые овощи Какие-то сельскохозяйственные культуры Вот тогда, собственно Почему она называется Гречка? То есть Греция Но это не та Греция, которая там Античная, да А это Греция-Византия Оттуда греческие монахи Они оттуда, собственно, и привозят Наверное, впервые эту культуру К нам на Русь Но основное знакомство, конечно С Гречкой происходит уже Где-то в 16 веке Приходит она к нам из Поволжья Из Поволжья, Сибири Ну, основного района Где, собственно, ее тогда и выращивали Тут та эпоха Вспомните фильм Казань брал, Астрахань брал Шпакань брал Вот как раз Казань брал И вот вся эта татарская кухня Вместе с Гречкой Активно перемешивается С нашей российской кухней Русской кухней И Гречка, вы знаете Становится очень хорошо Так сказать Взошла в этой нашей Русской кухне А вот у нас пришел вопрос из чата Про кисломолочные продукты Кстати, действительно Сейчас у нас какое-то невероятное изобилие Термостатного Разностатного Всяких йогуртов Всего на свете В истории русской кухни Я думаю, что каждый назовет Только, наверное, простоквашу И творог Может быть, да Что мы встречаем По памятникам культуры По книгам По каким-то картинам А когда это появилось В нашей стране Как это возникло Или, может быть, были Какие-то другие блюда Которые мы не знаем Кисломолочные Ну, простокваша Естественно, появляется И издавна Это вот такой Исконный, скажем Наш продукт Да, то есть Как только появляется Печь Возможность Да, там, так сказать Потомить это молоко Да Заквашенное уже в печи Вот, собственно говоря Возникает Это простокваш Чуть Да, есть Аналогичное Похожее блюдо Вренец Вот Несколько более Южных районах Делали ряженьку Которая Ну, скажем так Более протопленной Уже заквашивается Из топленого молока Ну, отсюда И вот этот вот Такой Коричневый Да Оттенок У ряженьки Появляется Вот Что касается Ну, сметана, естественно Тоже Достаточно Давняя штука Вот А вот С другими Молочными Продуктами Все Совсем Не просто Было Ну, во-первых Самое главное Наверное Для кухни Продукт Это масло Сливочное масло Да Вот А теперь Представьте Как его делать Без холодильника И самое главное Хранить Ну, зимой Это ладно Да Ну, и тоже Зимой На морозе его не будешь Тоже держать Все это сложно Ну, а летом То уж и подавно Да Поэтому, конечно Масло делали Но оно делалось Достаточно быстро Портилось Поэтому его Тут же Перетапливали Вот Топленое масло Как раз Это и есть Масло русское Исконное Вот даже Если вы откроете Малаховец Вот 19 век Да То увидите Там Возьми Там русского масла Да Там пару ложек Вот Русского Это топленого А вот Настоящее Уже сливочное масло Приходит Ну, вот К нам Уже в Петровские Времена И называется Оно Масло Чухонское То есть Когда мы Выходим В Прибалтику Да Прорубаем Окно Вот Мы осваиваем В том числе Вот как Там местные народы Делали это масло Они его Лучше промывали То есть Ну С точки зрения Санитарное Оно все-таки Было более качественно И солили А соль Естественный Да То Что Так сказать Позволяет его хранить Там и неделю и две А вот представьте себе Как можно было бы развивать Всю современную кухню Без масла Ни соусов Вам Ни кремов Ничего Да Не так-то просто А йогурты? Йогурты Смотрите Ну в общем Понятно Что это не наша Да Исконная Вещь такая То есть Все-таки Они приходят к нам Из Азии То есть Вместе с Разнообразными Кисломолочными Продуктами Айраном С ним мы знакомимся В девятнадцатом веке Уже Кефир Приходит к нам В девятнадцатом В конце девятнадцатого века Ну в шестидесятых Семидесятых годах А в продажу Поступает Только Уже В самом начале Двадцатого века Вот И кстати говоря Он очень хорошо Тогда лег На всеобщее Увлечение Вегетарианством Вот И всякая Эта кефирная диета Она вот Просто хорошо Хорошо так Вписалась Во все Тенденции Этой кухни Вот Ну а конечно Современные йогурты Вы понимаете Ну хотя В советские времена Что-то там Говорят Выпускалась Не знаю До меня Это не доходило Ну а так Основная масса Говорят Был такой продукт Советский молоко Мечникова Очень Говорят Да Да Ну это вот Заквашенная Вот этой Мечниковской палочкой Вот Ну по сути дела Это похоже На йогурт Но это вот Скорее Вот Греческий йогурт Я бы сказал Вот То Что напоминает Сегодняшнее Павел Вы сказали Что вы Являетесь Лауреатом Разных премий Но в нашей премии Вы пока Не участвовали Я вам Хочу Сказать Что это Серьезное упущение И я вас Категорически Приглашаю Расскажите С вашими книгами Потому что У нас и кулинарные книги В том числе В номинации Познавательная литература Тот самый Нонфикшен О котором Вы уже упомянули Есть И кулинарные книги У нас есть И ведические И вегетарианские И какие угодно Так что Я думаю Что ваше Это будет Прекрасное дополнение Дело в том Что наш портал Он существует В двух ипостасях Во-первых Это универсальная библиотека Хорошего контента Нужного людям Которые ищут Позитивное кино Хорошие книги Умные какие-то Ролики Те кто хочет Развивать своих детей Себя Улучшать Свой внутренний мир К лучшему А во-вторых Это конечно Конкурс Который идет Каждый год И это Конкурс 12 номинаций Где сначала Голосуют Зрители А уже Из финалистов За которых Проголосовали Зрители Мы Передаем Эти данные Экспертному совету И экспертный совет Выбирает Обладателей Наших главных Призов Так что Я вас Приглашаю Участвовать В нашей Премии Разместить Свои предыдущие Книги Мы с удовольствием Разместим В разделе Сокровищница Где уже Есть В общем-то Те книги Которые Вышли И достаточно Давно Не попадают К нам В конкурс По времени И конечно Приглашаем Вас В конкурс Вы можете У нас Разместить Краткую Анотацию Своей книги Обязательно Указать Где она Продается Если она Не выложена В открытый Доступ И люди С удовольствием Покупают Читают Уже По нашей Рекомендации Зная Что эта Книга Нами Проверена Что она Действительно Несется Ну вот Посмотрим Потому что Скажу вам Сразу Что мы Тоже Выложили В открытый Доступ Все наши Четыре Наши Книги По которым Закончились Издательские Права Они лежат На портале Литрес Литрес Точка Ру Вот И в принципе Их можно Совершенно Бесплатно Скачать Читать И вот Мне просто Даже интересно Вот Там Дается Статистика Я думаю Что сегодня Там будет Такой Всплеск Интереса К ним По итогам Нашей Сегодняшней Встречи И это хорошо На самом деле Потому что Вот То о чем Мы пишем Это не Знаете Вот Не какие-то Там рецепты Не какие-то Возьмите Да Там 100 грамм Муки Две Два яйца И так далее Мы пишем Скорее Не что ели А почему Ели Почему Возникала Наша Кухня В тех Или Иных Условиях Что С ней Происходило Вот Кухня Как Часть Нашего Общества И культура Вот Это Для нас Тема Важна Очень хороший Вопрос Пришел Из чата Павел Можно ли Вылечиться От чего-нибудь Докторской Колбасой Докторская Колбаса Это Один Из Таких Замечательных Продуктов Которые Продуктов Обманок То есть Да Действительно Докторская Это не из доктора Как можно предполагать Сделано Вот Так же Как и корейская Морковка Не Корейская На самом деле Как мы понимаем Да И мясо По-французски Излюбленное Нами В советское Время Тоже С Францией Не имеет Ни малейшего Отношения Ни одному Французу Не пришло бы В голову Зажаривать Майонез Это да Вот Такой вопрос Вот Мы сейчас Переживаем Вот этот Период Карантина Когда мы Оказались Все Со своими Семьями Ну Кого нет Семьи То две Семьи А кто С семьей То вот В этой Вот В этой Изоляции В этом Ограниченном Пространстве Как вам кажется Есть элемент Возвращения К нашим Корням Когда все Жили Одной Общиной И Есть ли Здесь Почва Для того Чтобы Возобновить Какие-то Кулинарные Традиции Для большой Семьи Традиции Столового Этикета Ведь что Скрывать Мы все Привыкли Есть На бегу Уже Таких Вот Нормальных Посиделок С едой С семьей Нету А может Быть Нам их Не хватает Вы знаете Действительно Это Проблема Она Такая Интересная Вот Вы подняли Ее То есть Конечно Так сказать Русская Кухня Это Кухня Такая Неспешная Это Не на бегу Она Долго Готовится Но Не менее Того И так Неспешно Поедается Под разговоры Под Общение Какое-то То есть Скажем Так В нашей Кухне Вот этот Элемент Такой Культурной Надстройки Над Просто Блюдами Кулинарной Частью Он Не менее Не менее Важен Продуктов Или Специй Вот Ну Конечно В какой-то Степени Вот Какие Аналогии Да С прошлым Получается Сегодня Все Закупают Продукты Стараются Сделать Запас Между Прочем Запас Этот Идет Еще С тех Давних Домостроевских Времен Ведь Магазинов Тогда Как вы Понимаете Ну Таких Чтобы Можно Было Каждую Минуту Там Пойти Набрать Пакет Продуктов В общем То Не было И в те времена Это середина 16 века В любом Обеспеченном Доме Продуктов Было Где-то На полгода Жизни Представьте Себе Сколько Это запасти Сколько Это Жена Жена Должна Знать Где Что Лежит Еще На Какой Полочке Так что Это Такая Проблема Ну Собственно Домострой Он Нам Показывал Не только Кулинарные Какие-то Примеры Но и Проблемы Взаимоотношения Между Мужем И Женой Многие Говорят Эх Вот Какую Страну Потеряли Вот Если Полистать Домострой То конечно Мы увидим Прекрасные Примеры Того Что мы Потеряли Там Действительно Автор Советует Мужу Не бей Жену По уху Не бей Ее Посохом Железным В грудь Вот А накажи Тихо Наедине Плетью Вот Так что Вот Тоже Можно Мотать На ус Вот Но Если Говорить Все-таки Конечно Серьезно И Немножко Так сказать Ближе В нашу Эпоху Перейти То Вот Какая Проблема Огромная В кулинарии Нашей кухни Произошла После Перестройки Вот Как вы Думаете Замещение Замещение Ненатуральными Продуктами Натуральных Ну вот Да Разные Мнения Есть Да Там Огромный Приток Иностранных Продуктов Кухни И все И все Проще Но На мой Взгляд Основная Ну Одна Из Основных Бед Которая Произошла С нами Это Разрыв Между Поколениями Вот Советские А уж До Советские Времена И так Далее Все-таки Обычная Семья Это Когда Три Поколения Живут Под одной Крышей Квартире Бабушка Значит Дочка И Внучка Вот Ну Хорошо Это Или плохо Мы сейчас Даже не будем Обсуждать Я имею с бытовой Точкой зрения Тут Как бы Все понятно А Но вот С точки зрения Передачи Традиций В том числе Рецептов Умения Готовить Это была Незаменимая Вещь То есть Молодая Девушка Она Получала Фактически Навыки Готовки От бабушки От мамы И выходила Уже в жизнь Выходя замуж Ну В общем Более или менее Такое Такое Подготовленное Ну Кто хотел Конечно Учиться А сегодня Смотрите Все это Разрушилось Огромная Мобильность Населения Молодежь Уезжает В другие Города Никакой Там вам Прописки Ничего Снять квартиру Вообще Не проблема Приехать Работать В Москву Прекрасно А сюда И Все Прерывалась Связь Поколений Никто Не знает Чего там Готовили Рассольник Говорить По-ленинградски А как Чего там Такого Ленинградского Что туда Надо положить Вот Беда Ну Отсюда И конечно Стремление Вот этому К фастфуду Быстренько Все На скорую руку Чего там Готовить Возьмем Тортик На ужин Слава тебе Господу Вот кстати Про тортик На ужин Как вредную Еду Это тоже Актуальный Вопрос Из чата Вот сейчас В условиях Карантина Когда мы Ограничены В передвижениях И в движениях Да У нас Не тратится Столько энергии На работу На переезды Переходы Чем нужно питаться Чтобы иммунитет Укрепить Но при этом Чтобы фигуру Не испортить Потому что Это тоже Плохо влияет На здоровье Ну Конечно Да Я действительно Слышал такую фразу Что Люди говорят Да Теперь мы понимаем Кота Когда он Все время Жрет И хочет Жирать Дома Когда сидит Вот Да Действительно Ну Если ты не занят Делом Если ты Ну вот У нас как-то проще Мы В общем Большей частью Всегда Как бы так Домашней работой Дома занимаемся Да Писать книжки Там Да Вести Всякие блоги И прочее Вот Поэтому У нас Это Налажено Да Вот А конечно Я могу себе Представить Ту человек Который Ну вот Действительно Вообще Просто Прервался Прервал свою работу И Оказался Вот дома Все время Ну День спит Два спит Ну дальше Это уже надоедает Начинаешь слоняться Вот Да Действительно Нужно находить себе занятия Ну либо Действительно Там работать Либо Ну хорошо Повышайте свое Там образование Смотрите Всякие вебинары Смотрите Обучайтесь Я не знаю Фотографии Там Машинописи Чему угодно Да Благо за месяц Можно Немало Немало На самом деле Сделать Вот Ну а человек Увлеченный Кухней Кулинарией Я думаю Он может всегда найти Применение Вот Этим своим Этим своим знаниям И умениям И собственно Мы Сейчас Наверное Вот соревнуемся Как раз С семьей Дочки Которая Тоже Неподалеку Так сказать Живет Вот Она Сегодня Выпечет Хлеб А мы Сегодня Сделаем Какие-нибудь Пельмени Вот И вот Обмен Идет Всякими Вкусностями Что нужно Есть Что не Нужно Есть Что повышает Наш иммунитет И стрессоустойчивость Что понижает Ну вы знаете Эти Ну во первых Конечно Я не диетолог Поэтому я вряд ли Взял бы на себя Ну смелость Там уж давать какие-то Советы всерьез Вот Ну мне кажется Что Не надо Ломать себя Вот То есть Ешьте то Что Вы привыкли То к чему Вы любите То есть Понимаете Еда Она же тоже Должна как-то Успокаивать Она не должна Создавать стресс Ну нравится вам Эксперименты с едой Прекрасно Для вас Это так сказать Удовольствие Делайте Делайте новое Вот Мы например Сейчас вот сделали Целый клуб Увлеченных Кулинаров Да Вот у нас Организован Да Вы можете найти В сети Посмотреть Пожалуйста Там вот эти Эксперименты Новые блюда Чего хотите Кто-то привык Делать макароны По-флотски И там Щи Или борщ варить Да ну и слава богу Главное Чтобы меню ваше Было Разнообразным Не доедало И Доставляло вам Удовольствие Вот Еда должна Приносить Радость И удовольствие Это главное Вот на такой В нашей соцсети Обязательно изучите Творчество Павла Сюткина Который Так много Уже изучил В истории Русской кухни Раскрасьте Свой карантин И Спасибо большое Павлу И до новых встреч Спасибо вам До свидания Продолжение следует